Еще раз добрый вечер, дамы и господа, у микрофона Юрий Пронько на волнах радиостанции Финам-ФМ, ежедневная программа «Сухой остаток». И тема-то у нас сегодня какая вкусная, я бы сказал, она богатая, богатая в буквальном смысле этого слова. Российский топ самых богатых и успешных, как это коррелирует с экономикой страны. Вот тема нашего разговора, а повод, повод достаточно серьезный. Восьмой рейтинг составляет журнал «Финансы», еще отечественный журнал, да, значит, российских миллиардеров. И вот сегодня журнал «Финансы» собственно свой рейтинг и представил. В эфире «Финам-ФМ» его нам представит Андрей Школин, заместитель главного редактора журнала «Финансы». Андрей, добрый вечер. Да, добрый вечер. Что вы там смотрите? Да вот все. Собственно, журнал разглядываете. Именно так. И также у нас сегодня в гостях эксперт, это Павел Самиев, причем сказал эксперт, он буквально в смысле эксперт. Павел Самиев, заместитель генерального директора рейтингового агентства «Эксперт-РА». Павел Ратвить, добрый вечер. Добрый вечер. Господин Школин, скажите, вот в момент, когда журнал «Финансы» публикует рейтинг, вот какие чувства вы испытываете? Сопричастности к великому и богатому? Ну, с учетом то, что я, по сути, руководил этим проектом, то, наверное, сопричастности и, пожалуй, усталости. Усталости, да? Да, конечно. Что было, может быть, необычного, неожиданного вот по ныне уже вышедшему рейтингу? Не, ну, конечно, это третье место Алишира Усманова. То есть, по сути, его заслуги и рост благоприятной конъюнктуры на металлургическом рынке отразилось на оценке нашего металлоинвеста. Ну и, в принципе, сейчас компания собирается на IPO, и сейчас аналитики говорят, что она стоит минимум 20 миллиардов долларов. Ну и плюс еще, конечно, у Алишира Бурхановича есть еще такая замечательная компания, доля в такой замечательной компании, как Mail.ru Group, которая в прошлом году провела такое отличное IPO. Я бы сказал, крайне успешное IPO. Крайне успешное. И для владельцев изначальных, и для инвесторов, потому что Mail.ru Group уже очень неплохо подросла после IPO. — Но вы главного именинника что-то не называете. Может быть, кто-то еще не в курсе этого. — Владимир Сергеевич Лисин, да, он у нас снова занял первое место, ну, потому что снова. И Михаил Прохоров тоже снова второй. Но, на самом деле, если говорить про Лисина, то ему обеспечивал бы первое место один только пакет его в НЛМК. То есть... — Ну, кто следит за котировками, тот понимает, о чем будет речь. — Да, без любых других активов. Только этот пакет НЛМК стоит дороже, чем весь капитал Михаила Прохорова. Ну, собственно, НЛМК — это вообще просто, по-моему, чудо, потому что, ну, как его тут эксперты сравнивают чуть ли не с золотом, такой вот такой защитный актив. И, ну, собственно, сам Лисин, вот я не помню, ну, так, может быть, это было приватно сказано. Ну, в общем, будем считать, что мне рассказывали в НЛМК... — Человек похожий на господина Лисина. — Скажем так, рассказывал... — Чтобы совсем вас обезопасить, да? — Да, человек похожий на близкого к Владимиру Лисина человека. Рассказывал, что сейчас компания находится на третьем месте по капитализации среди своего сектора сталилитейного. При том, что само производство, выплавка стали, ну, где-то там, я не помню, в десятку входит или нет. — Отлично. Итого еще раз, значит, для слушателей. Владимир Лисин — первая позиция в рейтинге, в восьмом рейтинге российских миллиардеров журнала «Финанс». На втором месте господин Прохоров и на третьем месте Алишер Усманов. Я сейчас хочу у Павла спросить, вот как коррелирует это все с нашими отраслями, да, ведущим, вот было уже отмечено, что НЛМНК — это такой золотой актив, да? Мнение эксперта. — Во-первых, конечно, нужно здесь иметь в виду, что у нас достаточно большой государственный сектор. Это очень важно здесь, потому что некоторые отрасли, которые в структуре экономики являются, наверное, очень значимыми, имеют огромную долю, они фактически не влияют на расклад сил в этом рейтинге, поскольку они принадлежат государству, ну или значительной части активов этих отраслей государственные. Получается, что целый ряд отраслей, он попадает из частного сектора, и тем самым вот распределение места, оно вот уже... — При этом влияние его на экономику гигантское. — Да, при этом влияние гигантское, да. Ну, в принципе, нефть и газ, в принципе, в общем-то, как раз явный пример. Это, естественно, самый главный наш сектор. Плохо это или хорошо, но это основа российской экономики, это базис наш, но он, в общем, до тщательной степени государственный. Второе — это финансовый сектор, это банки, например. Причем, если десятый год еще для финансового сектора был не очень удачным с точки зрения и роста, и роста котировок на фондовом рынке акций, да, он там, в принципе, не самый высокий рост показал. Выше, чем индекс ММВБ, но все равно там несущественно. Вот, но, допустим, кризис в банковский сектор прошел успешнее всех вообще отраслей, потому что были огромные вливания денег и так далее. — Хотелось бы сказать, любой бы дурак с такими субординированными кредитами вышел бы. — Да, субординированные кредиты, безологовые кредиты, да. Это все очень помогло кризис преодолеть. Другая проблема, что дальше деньги-то не пошли после банков. Но, опять же, банковский сектор — это в основном госбанки, в большей степени. Поэтому получается, что у нас остаются такие сектора, как металлургия, телекоммуникационные активы, потребительский сектор. В основном они и влияют на этот расклад. Все три сектора, которые я сейчас назвал, они выросли в прошлом году очень сильно с точки зрения котировок на бирже. То есть, например, потребительский сектор — это почти плюс 80% весь рынок, если брать по капитализации рост. Металлургия — это почти в полтора раза, то есть там 49%. Да, естественно, что вот это влияние огромное. С точки зрения структуры экономики — это тоже большие отрасли. Но если брать вот по объему, общему объему доли ВВП, естественно, что после нефтегаза и после финансового рынка — это следующие отрасли. Но они на расклад здесь и влияют. Вообще, компании, которые являются государственными, либо аффилированы вот так вот по-серьезному, по-взрослому с государственным, они, их подсчет вообще, расчет очень сложен, я бы сказал. То есть это практически невозможно. Считать, допустим, при капитализации, у нас же есть акционерное общество, да, но фактически являющееся государственными компаниями. Вот как считать чиновника, который возглавляет наблюдательный совет, мультимиллиардером или, в общем-то, человеком, живущим на одну заработную плату, как в том фильме Папанов Миронову говорит. — Хорошая зарплата, наверное. — На одну зарплату, конечно. — На одну зарплату. — В партнём случае они были бы в рейтинге журнала «Финанс». Андрей, вы можете рассказать систему или методологию, как вы их, собственно, подсчитали? — Если говорить о чиновниках, то есть надежда, что они будут в следующих рейтингах журнала «Финанс». — Вы надеетесь на это? — Не то, что надеемся, но вероятность этого велика. — Да ладно, сразу в счётную палату отправить. — Это ещё не отпечатанный экземпляр журнала «Финанс» в счётную палату. — Если посмотреть, на самом деле, список, то есть, например, Андрей Лавилов, экс-министр финансов, который очень удачно продал государственную Роснефть, полученную же от государственного месторождения. Так что нельзя исключать такой вероятности, что и нынешние чиновники появятся в списке. — Да, есть же ещё такое понятие, как приватизация прибыли, так называемая. То есть это, в общем-то, не получение в собственность активов. — Павел, расшифровывайте, расшифровывайте, слушайте. — А совершенно такой интересный момент, который проявляется очень сильно обычно в госсекторе как раз. Это когда наёмный менеджер, причём в государственной компании, начинает отхватывать финансовый поток от того бизнеса, собственно, которым он управляет, достаточно значительную долю. И он не является владельцем, акционером. — А на основании чего? Вот далее у слушателей возникает вопрос. — На основании попал в удачное место, в удачное время и воспользовался очень хорошо. — Ну вот на самом деле у нас тут Владимир Милов. Мы попросили его написать. — Почему его Милов все зовут? Он Милов. — Прошу прощения, Владимир. — Нет, 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 вы как Владимир Владимирович. Он тоже его Милов называет почему-то. — Значит, так правильно. — А, значит, так правильно. Окей, хорошо. Андрей, я отзываю свою поправку. — Владимир тоже так рассказывает про Алексея Миллера. Ему всё чаще в последнее время просят отставку по состоянию здоровья. Ну и вот, в принципе, он приводит пример, что Миллер продолжает возглавлять сайт директоров страховой группы САГАС, в который уходит УКО-лидер, и который в свою очередь управляет активами газфонда. Ну и причём, что контроль над САГАСом уже Газпрому не принадлежит. Ну, соответственно, Милов делает вывод, что всё-таки возможно... — Не знаю, Милов — это по праньку, а Милов — по Путину. Выбирайте сами, как вам удобнее. — После ухода Миллера из Газпрома всё-таки мы узнаем, что финансовые активы вводились из монополия, ну, не совсем зазря в пользу третьих лиц. — Павел, ещё раз, как это называется? — Приватизация прибыли. — Приватизация прибыли, да? — А методология? — Так, а методология? — Самый вкусный вопрос. И знаете, вот я знаю, что у ваших коллег из-за рубежа, не буду их рекламировать, да, к ним периодически там начинаются судебные процессы, такие иски направлять. Типа, вы чё это мне полмиллиарда-то скостили? Я богаче там на полмиллиарда. — Да, на Западе обычно что-то мне скостили, а в России обычно что-то скостили, что-то лишний миллиард написали. — Да, поэтому методология, как мне представляется, Андрей, крайне важный такой аспект. — Ну да, на самом деле, обычно претензии, что это я тут в рейтинге у вас делаю, я не хочу сюда попадать. — А в России именно так, да? — Это в России, да. Ну, очень редко бывает, когда миллиардер говорит, что это у меня так мало посчитали, как в прошлом году, в позапрошлом году, Александр Лебедев, владелец Национального резервного банка, это там что нам, что нашим толстым конкурентам. — Ну, все понимают. Мы не будем его называть, но все понимают, такое будет вещь. — Грозился судебными исками, что это у меня так резко состояние упало. Я на самом деле стою позже. — Он, по-моему, владелец Independent, если я не ошибаюсь, сейчас британская газета. — Ну, что касается методологии, то, в принципе, мы, во-первых, смотрим на отрасли конкретные, и смотрим на лидерах этих отраслей и кому принадлежат эти лидеры. Ну, кроме того, у нас есть достаточно большая уже наработанная база миллиардеров, то есть, условно говоря, я вот опереживал списковым из 700 человек, из которого уже там шел подсчет их капитала, этих 700 человек, и в результате чего были выделены 500. — 500, а это все 500 человек, а не миллиардеры? — Ну, это 500 человек, которые являются рублевыми миллиардерами, но их капитал начинается от 160 миллионов долларов. — Ну, просто уточни, для того, чтобы слушатели понимали. — Да, не долларовые миллиарды, историческая особенность. Ну, потом, на втором этапе происходит оценка состояния, ну, так или иначе, либо мы связываемся с самыми компаниями, с их собственниками, либо же оцениваем самостоятельно. — И как идут на контакт? — Ну, знаете, да, не все, конечно, ну, например, там, Сергей Галевский, «Магнит» очень так удачно сконтактировали, например, там, с Максимом Ноготковым тоже пообщались. Ну, то есть есть, на самом деле... — Не так, чтобы, да пошли вы там со своим рейтингом. — Ну, могут и так сказать, конечно. Ну, смотри, Владимир Литин нам рассказал в интервью. Ну, хотя оценок он не давал в своем состоянии. — Ну, все-таки, вот смотрите, я же неспроста вас спросил про эту методологию. В общем-то, я уж не знаю, то ли осознанный слив, то ли что, но вокруг этого рейтинга эта информация уже на прошлой неделе витала во всю. И главная такая сенсация, ну, или, точнее, как коллеги, да, все преподносили, то, что Роман Аркач Абрамович покинул у нас тройку лидеров. И я слышал постоянно, Андрей, реплики о том, что его состояние очень сложно подсчитать, так как часть активов, ну, они там, я не знаю, недвижимость, да, часть незаметная, и вообще компания Милхаус Капитал это вообще отдельная история. Вот поясните. — Ну, Роман Абрамович это действительно там все очень сложно. Мало того, что его активы не совсем прозрачны, то есть там на самом деле довольно-таки много недвижимости, и в том числе российской, европейской. Ну, собственно, это одна из причин, почему его капитал фактически не вырос. все-таки рынок недвижимости пока еще, ну, как бы, не только начинает восстанавливаться, и у нас, и в Европе. Это одна причина. Ну, а вторая причина все-таки действительно у Романа Абрамовича довольно-таки много таких социальных обязательств, как я их называю, ну, социальных... — Цинично. — Социальных в кавычках. цинично. — Цинично. — Покупка клуба Челси. Я просто знаю, если вы школе, покупку клуба Челси считает, как социальным обязательствам. — Социальным обязательствам. — Ну, не только, на самом деле, это еще и... Ну, это не то, что он председательствует в Думе Чукотского автономного округа. Ну, вот, например, на прошлой неделе тоже была как раз-таки совпала. — Да, простите, Андрей, я просто поясню слушателям. Может быть, кто-то из вас случайно не знает о том, что Роман Аркадьевич Абрамович является председателем Чукотской окружной Думы местных народных депутатов. Это просто для всех, чтобы вы знали, да? Он спикер вот законодательного собрания Чукотского округа. — Уже довольно-таки много лет. — Да, много лет, и вроде как вновь кандидат, да, там он сейчас зарегистрирован у них, в марте выборы будут, Чукотскую Думу. — Ну, вот, Роман Абрамович до сих пор расплачивается, ну, как я считаю, что он расплачивается за государство, за то, что он достаточно удачно продал Семнефть «Газпрома». И вот, например, на прошлой неделе была очередная сделка по продаже первого акций, блокпакета «Первого канала». — Юрию Ковальчуку. — Да, это Юрий Ковальчук, акционер Банка России, основной, считается приближенным, особо приближенным к Владимиру Путину. И когда сделка эта проходит по 150 миллионов долларов, то есть весь «Первый канал» оценен в 600 миллионов долларов, ну, это несколько странно, хотя сумма кажется не маленькой. — А что это вам странно? — Ну, странно, потому что... — Ну, да, то есть понятно, что стороны решили, поторговали, пришли, поторговались, хотя мне кажется, что здесь именно речь шла о том, что пакет дали поддержать и сейчас компенсировали те проценты, которые могли бы быть по банковскому вкладу. То есть примерно, если он купил за 175 миллионов долларов 49%, 25% соответственно стоит где-то 87,5 миллионов долларов, значит, и сейчас продал за 150 миллионов долларов. За 9 лет, ну, примерно там банковский процент, наверное, такое и есть. — Интересный момент. Я даже не рассматривал эту сделку. Я как-то все там в политику все пытаюсь разглядеть, да? А тут вот господин Школьн действительно представил как хорошее вложение до депозит, да? — Ну, как бы, да, такой депозит. Хотя на самом деле, как посмотреть, с другой стороны, это если сравнивать с ТС-медиа, которая стоит больше 3 миллиардов долларов, и получается, что первый канал стоит только как одна шестая в ТС-медиа или за один из ТС-медиа можно купить там шесть первых каналов.